В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Отплатил за гостеприимство в Новомичуринске убита заместитель главного врача местной ЦРБ и ее супруг. Поссорилась с сожителем, а наказала ребенка. Мама из Касимова подозревается в покушении на убийство малыша. Огонь, вода и медные трубы – это о них. Кто спасает рязанские леса от пожаров и какие технические средства помогают отслеживать очаги возгорания. В празднике руку на пульсе держат все службы управления. Наш человек мирно отдыхать не любит. Вот и первые маски выходные добавили уголовных дел. Утром 1 мая в одной из квартир жилого дома в Новомичуринске Пронского района были обнаружены тела мужчины и его супруги с признаками насильственной смерти. В число подозреваемых тут же попал двоюродный брат погибший. Он является жителем Копейска Челябинской области и нигде не работает. По данным следствия, подозреваемый приехал в Рязанскую область в гости к родственникам. Рано утром 1 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он после ссоры нанес множественные удары ножом своей сестре и ее мужу. После того, как потерпевшие скончались, он с места преступления скрылся. Примечательно, что погибшими оказались добропорядочные люди. Людмила Тян, врач-дерматолог и заместитель главного врача Новомичуринской ЦРБ и ее супруг Сергей Королев, замдиректора Новомичуринского предприятия промышленного железнодорожного транспорта. У погибшей остался сын и от совместного брака с Сергеем 13-летняя дочь. Подозреваемый задержан. 24 апреля у моста реки ЦНА в районе села Тимгенева Сасовского района было обнаружено тело 11-летней Дианы Голицыной. Они с подружкой пропали еще в середине марта. Поисковые мероприятия по поиску детей продолжались непрерывно. И вот 1 мая уже в районе села Глитково нашли тело второй девочки Вероники Николовой. В ходе осмотра тело признаков криминального характера смерти не обнаружено. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, в том числе судебно-медицинские экспертизы. В свете последних событий, касающихся уличной преступности, хочется обратиться к рязанцам. Будьте осторожны, даже когда находитесь в своем дворе. На днях полицейские задержали уличного грабителя, который напал на женщину на улице Зубковой. В полицию обратилась 43-летняя рязанка. Она пояснила, налетчик пригрозил расправой и потребовала отдать ему золотые украшения. Забрав цепочку с кулонами, преступник скрылся с места происшествия. К счастью, пострадавшая хорошо запомнила обидчика, и более того, он показался знакомым некоторым сотрудникам уголовного розыска. Подозреваемые уже под стражей похищенные украшения у него забрали, а следователи возбудили уголовное дело, где очевидно будет несколько эпизодов. Очень часто приходится слышать такие выражения «Я уверен в своем автомобиле» или «Я давно за рулем». На дороге есть и другие участники движения, а также обстоятельства, которые никак не зависят от нашего мастерства вождения. 5 мая на Солочинском шоссе, примерно в 150 метрах от моста Черезаку в сторону поселка Шумаш, произошло серьезное ДТП с участием Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2107. Четыре человека получили травмы, один скончался на месте происшествия. По предварительной информации, джип ехал со стороны города Рязани, у него взорвалось одно из колес. Автомобиль потерял управление, выехал на плацу встречного движения, где двигался автомобиль ВАЗ-2107 и совершил с ним столкновение. За считанные секунды «семерка» превратилась в оскореженную груду металла. Один из водителей, оказавшихся в этот день на дороге, тревожно всматривается. Похоже, автомобиль у его знакомого. Но сегодня горе в другой семье. Водитель внедорожника получил небольшие травмы. Каждый год в нашей стране происходит несколько случаев детоубийств. Попыток в разы больше. Малышей выбрасывают в мусорные баки, в окна высоток, топят, как котят, закапывают в сугробы. Такое чувство, что у женщин не осталось материнского инстинкта. Одна такая, с позволения сказать, мама, 26-летняя жительница Касимова, подозревается в покушении на убийство 9-месячного сына. По данным следствия, вечером 30 апреля подозреваемая, находясь в доме своего сожителя в рабочем поселке Латьма Касимовского района, после ссоры с ним схватила спящего в кроватке 9-месячного ребенка и умышленно два раза ударила малолетнего сына головой о пол. Ее действия были пресечены сожителям, а также прибежавшими ему на помощь соседями. Ребенок с травмами в тот же вечер был госпитализирован в районную больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Ни один специалист на сегодняшний день так и не дал ответа, почему малыши так часто расплачиваются за неудачи своих мам. Но все чаще психологи выносят вердикт – материнский инстинкт – дело наживное, а отнюдь неврожденное. Когда-то женщины простых сословий говорили «Бог дал, Бог взял» и не очень-то переживали за потерю одного ребенка из многих своих детей. Дамы высшего света своих малышей не растели вовсе, отправляли в деревню к кормилицам и не испытывали по этому поводу никаких угрызений совести. В Европе были приюты, куда отдавали внебрачных детей матери разных сословий. Но в XVIII веке идеи гуманизма покорили цивилизованный мир. Жан-Жак Руссо провозгласил – ребенок тоже человек, воспел материнство, и быть хорошей мамой стало модно. Женщины высшего света, покинув салоны, обосновались в детских комнатах, и многие с радостью. Сегодня ребенок становится разменной монетой, объектом для шантажа одного из родителей и боксерской груши. Впоследствии некоторых мер воспитания ложатся в основу уголовных дел. Хочу сказать только одно. Если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми, незамедлительно бейте в колокола. В последнее время это помогает спасти человеческую жизнь. Когда плохо становится человеку, он звонит в скорую помощь и вызывает специалистов. Когда плохо природе, тоже нужны не менее квалифицированные специалисты. Мы как раз у таких. Организация «Пож лес» была создана еще в 2008 году, но ее значение для региона определило страшное лето 2010-го, когда леса и люди задыхались в дыму пожаров. Я прошел 2010-й год весь, начиная с майских пожаров, которые были в поселке Сосновка. И закончил я его 2-го сентября в населенном пункте Кунум. То есть весь 2010-й год я тушил пожары. Я вам так скажу, пожары жуткие. Много и леса пострадало, и людей много пострадало, и деревни сгорели. Ну вот, смотря по нынешнему времени, да, то, что сейчас происходит, скажем так, я думаю, что люди забыли 2010-й год. Это региональный пункт диспетчерского управления. Именно здесь, в поселке Солоча, круглосуточно дежурят инженеры и специалисты, которые собирают и обрабатывают данные об обстановке в лесах. Посмотрите, где у нас расположены леса в основном. Это север и северо-восток. Вот здесь, здесь немножко лесов есть, да, на юге. Вот здесь в основном лиственные леса, то есть они не так подвержены разгораниям. А вот то, что хвойные относятся, это вот в основном вот эта вот зона. Майские праздники прошли на удивление спокойно. Прохладная погода и появление зеленой травы сыграли свою роль. Но отдыхающие в два счета готовы разделаться даже с самыми благоприятными обстоятельствами. У нас первый пожар пал сухой травы зарегистрирован еще в конце февраля месяца. Информация поступает отовсюду. И сегодня есть возможность увидеть онлайн все, что происходит в рязанских лесах. Видеокамеры и пожарно-наблюдательные вышки расставлены там, где больше всего существует вероятность возникновения лесного пожара. На территории Рязанской области в настоящий момент расположено 11 видеокамер, которые работают постоянно в автоматическом режиме. Это способность этой системы. Оператор имеет возможность взять и ручной режим на себя каждой камеры, если это необходимо. Здесь представлена карта нашей Рязанской области с лесами и где расположены камеры. Видно, да? Это не секретная информация. Абсолютно секретной информации здесь нет. Не всегда видно с высоты, допустим, что там происходит. Мы видим дым. Маленький, большой, в зависимости от того, как он разгорелся. А дальше уже работают наши наземные службы, наземные патрули. Реагировать приходится на любой звонок. Сухая подушка из листьев занимается за считанные минуты. А потому даже самая лучшая техника может не успеть. Сегодня почти во всей области дождь и туман, а значит опасность практически нулевая. Выбираем видеокамеру, наводим поближе, и вот как на ладони одна из деревень. 35-кратное увеличение могут давать. То есть зона обзора, ну правда, это самый дальний радиус, это до 30 километров. Тут в зависимости от прозрачности нашей атмосферы. Вот это у нас самая хорошая камера. Она подвешена на высоте 70 метров. Используем мы вышки сотовой связи Мегафон, компания Мегафон. Там располагаем их. И оттуда уже наблюдаем за всей территорией Рязанской области. И плюс ко всему вот у нас вот эти желтенькие расположения наших пожарно-химических станций. Их 19. Космический мониторинг помогает проследить термоточки. Сегодня из-за большой влажности их нет, в отличие, например, от 3 мая. И вот они, термоточки появлялись. Весной была очень серьезная пожароопасная обстановка. Там выскакивало у нас порядка 15-20 термоточек. Это по космическому мониторингу. Система ГЛОНАСС, рации, скайп, электронная почта. Сегодня все возможные технические средства помогают сохранить рязанские леса от пожаров. Каждый автомобиль полностью укомплектован. В резерве еще целый склад инвентаря и оборудования. Бензопилы, ранцевые опрыскиватели, лопаты и прочее. Одних рукавов порядка 10 километров. Практика не раз показала, в таком деле лишнего не бывает. Вот воздуходувки мы стали применять. Значит, очень интересный аппарат такой. Заливается в него вода. И с помощью, значит, высокого давления воздуха образуется воздушно-капельная такая субстанция, которая как туман гасит огонь. Такого нет даже в МЧС. Установка повышенного давления работает по принципу обыкновенного автомобильного керхера. Подключается к баку с водой на 500 литров и создает давление порядка 20 атмосфер. Это автомобиль у нас дежурной смены. Автомобиль, значит, первого хода, значит, на базе ГАЗ-33-081 повышенная проходимость, имеет емкость 1,6 тонны воды. Среди своих эта боевая машина получила прозвище «Шилка». Несмотря на габариты и внешнюю грузность, везде пролезет. По соседству малый лесопожарный комплекс. Ящики с пожарно-техническим вооружением, видите, ранцевые опрыскатели, воздуходувки размещены. Установка высокого давления. Емкость для воды сюда влазит 500 литров. Когда не справляется пехота, на помощь спешит тяжелая артиллерия. Таких автомобилей здесь два. Это уже автомобиль большой емкости, 3 тонны воды. Бочка на нем стоит. На базе Урала мощный насос ПНВ-40. Иногда просто диву даешься, как один единственный человек, способен спровоцировать целое бедствие в масштабах региона, да еще в труднодоступных местах. Одна неосторожно брошенная спичка, небрежно оставленный промасленный материал, непотушенный костер. Никакая стихия и природные условия не способны на такой ущерб. Счет на секунды, а по закону подлости как раз самой лучшей технике, нужно время, чтобы добраться до места пожара. Вот этот трактор – гордость автопарка. Может прокладывать минерализированную полосу шириной 3 метра. То есть по этой минерализованной полосе свободно передвигается грузовой автомобиль. В арсенале сотрудников трактора с двухотвальным и фронтальным ножами, авторазливочные станции и прочее. Вот этот агрегат весит 22 тонны. Он оборудован специальным каркасом для безопасности, чтобы падающие стволы деревьев не раздавили кабину с водителем. Чтобы управлять такой техникой и грамотно вести себя на пожарах, все сотрудники проходят специальное обучение – Пушкина, либо на местных базах. Наш тракторист – Цепляев Сергей. Для этого человека нет слова «неисправная техника» и «неизвестная для него техника». Ездит на любом тракторе, начиная от «Беларуса», заканчивая тяжелым трактором ТЛП. Воробьев Юрий, Пафнучев Валера – это наши водители. На самом деле сотрудников здесь немного, зато каждый на своем месте. И очень хочется, чтобы они почаще пребывали в комнате отдыха, а не в самом пекле, рискуя жизнью и здоровьем из-за чужой халатности. Непростая программа, сразу несколько человеческих трагедий, но мне хочется напомнить слова Эдвина Луиса Коула. Тонут не от того, что попадают в воду, а от того, что они выбираются из нее. Бережнее относитесь к своей и чужой жизни. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин